основной предразводный симптом разные интересы мы стали чужие мы друг друга не слышим и друг друга не понимаем я имею ввиду такой развод найти без фанатизма мордовое всего остального такой тихий когда отношения себя изживает и в связи с этим возникает у меня встречный вопрос к вам а что можно спросить изначально вы сошлись как ленин скрупской на почве общих интересов или какие мог быть общие интересы скажем у бизнесмены и домохозяйки учительницы актера и так дальше я плохо себя кстати представляю секретарша бухгалтер и медсестру учительницу или швею которая ищет мужчину со схожими интересами вы познакомились занимаясь там парным фигурным катанием в одной паре тоже скорее всего нет о чем вы разговариваете дома если у вас какие-то другие интересы кроме обсуждения быта детей и домашних проблем еще один любопытный вопрос что для вас более значимы интересная личность или просто комфортный человек если вы сможете на эти вопросы ответить может быть каждому станет понятно а из-за чего собственно у него происходит отчуждение разность интересов обычно когда люди приходят в консультацию они говорят о том что когда познакомились все было замечательно было о чем разговаривать а потом постепенно люди разошлись в разные стороны тоже хочется понять если речь идет скажем о студентов которые вместе учатся наверно у них мог быть разные интересы но в обычной жизни не исключительно студенты выходят замуж и женятся это мог быть люди совершенно занимающиеся разными делами действительно с изначально разными интересами поэтому вопрос о том почему вдруг интерес разошлись или почему наступило отчуждение и почему кому-то с кем-то стало скучно неинтересно но все равно существует то ли это было изначально то ли это произошло со временем но эта тема любопытная потому что как я уже сказал если развод происходит без фанатизма а на какой-то обычной почве знаете как пишут в заявлениях войсках о разводе не сходство характеров то это когда-то начало проявляться мог быть это было в начале может быть что-то произошло что привело к отчуждению об этом сегодня программа я не перестаю удивляться проницательности наших слушателей ольга из волгограда на перед пишет в программу все так в книге принцессы кенский написано что официальными цветами дианы депуатье были черный и белый ольга этого к чему сейчас написали сами подумали сергей мы сошлись на почве секса и на нем же разошлись но надо сказать истинно ради что большинство людей изначально сходится на почве секса более того вот эта мысль о том кто кому понравился изначально когда вы познакомились конечно носит тоже сексуальный характер ярослав вторец сергею ярослав остаганрога пишет михаил здравствуйте я думаю что отчуждение это следствие потери сексуального интереса партнеров друг другу вы знаете у нас были передачи ярослав с такими душераздирающими историями когда люди за другом не спят уже давно но до друга продолжает любить и у них по-человечески и очень близкие отношения и к сексу это не имеет никакого отношения так что ярослав не все так просто один и пишет михаил я познакомился с женой так как мы оба любили выпить но потом она перестала разделять мой интерес и мы развелись дима на вас еще возможность вылечиться и вернуться к жене если это единственная проблема мне понравился ход мысли взгляд на жизнь моей жены он далеко не во всем совпадает с моими мыслями на мне нравится саша 28 лет москва это тоже тема потому что часть людей разделяет позицию что у людей которые вместе должны быть общие интересы и не даже не общие интересы они как бы должны быть похожими что ли друг на друга а другая часть людей считают что если люди разные но скажем у них разный темперамент например разный характер это гораздо больше соединяет недавно развелся женой до этого нас обняла вовсе общее увлечение рыбалки кирилл на рыбалку на самом деле не повод жениться заре мы из москвы михаил вы правы женщина всегда ищет мужчин умнее себя действительно какие тут могут быть общие интересы это действительно правда женщина но во всяком случае заре мы согласен не ищет мужчину глупее себя какой-либо интерес к чему-либо предполагает некое наличие но интеллекта способности что-то понимать и потребности чем-то интересоваться и как правило действительно женщина ищет партнера который в этом смысле что-то большее представляет чем она сама или ей самой будет не интересно мужчины здесь делится как бы на две категории одним мужчиной ищут женщину себе подобную чтобы его было с ней интересно другие мужчины предпочитают что-то ниже себя для того чтобы видимо чувствовать себя я не знаю там отцом основателем педагогом учителем в общем тем-то большим чем его жена чтобы он все время у жены вызывал уважение за счет некой разности статусов мари из петербурга всю жизнь нравились только те мужчины с которыми было интересно но личная жизнь не складывалась а 45 встретила мужчину с которым было просто тепло и комфортно же вместе два года чем дальше тем лучше марии примите поздравления тема тоже интересная потому что по опыту на работу в консультации я могу сказать что когда встречаются молодые люди то обычно и в основном девушки интересуется чем-то ярким и надо чтобы мужчина что-то из себя представлял совершал какие-нибудь безумные поступки был такой неординарной личностью и это женщин привлекает с возрастом когда становится понятно что например яркий не всегда надежный не всегда верный и вообще не всегда твой как бы вас много и один то женщина начинает ценить другие качества которые к яркости личности прямого отношения не имеет зато имеет отношение каким-то простым человеческим проявлением преданность верность кстати уравновешенность и спокойствие что обычно противоречит яркости личности и так дальше но это обычно приходит с годами вадим по собственному опыту интереса остались прежние просто с этой большой буквы женщины уже не интересно семью он перестал понимать жену так как она по образованию врача я музыкант что делать семена интересного человека когда вы женились вы были тоже врачом или она была тоже музыкантом это я так понимаю изначально вы занимались разными делами я об этом сказал в начале программы что общего может быть его бизнесмены и домохозяйки учительницы актера или каким образом секретарша бухгалтер медсестра учительницы или швея будут искать себе мужчину той же профессии этом сильно сомневаясь но видимо это данность поэтому это известно бывает семён добра а екатерина 26 лет из москвы мы с мужем оба художники так что интересы общие работает очень помогает в кризисных ситуациях но екатерина вам повезло обычные люди творческих профессий начинает как бы считаться кто из них круче это касается и художников и музыкантов и еще много кого особенность они занимаются одним и тем же какими-то схожими делами достаточно ревностно во многих семьях супруги относятся к успехам друг друга дальше саша моя жена говорит что меня любит но когда ходит до секса хочет все кончить по-быстрому не хочет экспериментов я и хочу все меньше на по традиции не хочу развода надо ли искать любовницы спрашивает саша сождать этот вопрос оставим до воскресного эфира сергей то ли это шутка то ли у сергей такая несчастная семейная жизнь он пишет развелся на почве сходства интересов я люблю женщины жена тоже любит женщин сергей тоже хочется спросить а когда вы женились она у вас была гетеросексуалка или бисексуалка или лесбиянка это же можно было на 1 сразу как-то понять я хочу жениться на девушке с которой сошелся на сексе нашел нити качество которых у меня нет бег из бишкека максим развелся женой из-за ее измены дети от брака со мной она с другим от него ребенок лезет ко мне в семью как быть и на из москвы а я в браке 27 лет мы с мужем все обсуждаем кино политику он генерал я домохозяйка нам не скучно потому что мы оба содержательные люди сейчас многие кто слушать эту программу испытывают те проблемы которые сегодня обсуждаются когда не о чем разговаривать когда есть такой разрыв достаточно серьезный в интересах и что самое неприятное бывает и какое-то человеческое отчуждение люди как-то с этим живут кто-то по привычке кто-то боится расстаться на большинство людей боится даже на эту тему поговорить то есть какой-то видимо наступает переломный момент после которого люди перестают у друга слышать и понимать на место чтобы вернуться в исходную точку и хотя бы понять что у них произошло они продолжают по привычке но как бы жить каждой своей жизнью а общий интерес это обычный дом быт и дети продолжаем обсуждать так знакомые всем отчуждения чувство одиночества и разные взгляды в семье который как правило происходит к разводу мы можем не трогать только семью есть просто отношение которые тоже этим же заканчивается люди просто расходятся ярослав из темене добрый вечер алло здравствуйте я удивлён эти медалями которые ну как бы понимать вот перед тем моментом как у маке прозвод наступает это в глазах видно девушке видно то что ты кем был до этого и как ты хочешь на исправиться лечь под нее усталкнуться что подстроить вот и ярослав но про она видишь и ты поправишься под нее она тебе говорит как бы на него я имею то я вас понял но это не имеет отношение к нашему разговору потому что на самом деле ты подстраиваешься под нее или она подстраивается под тебя это не вопрос кто под кого а это изначально известно кто из вас сильнее это обычно существует уже в самом начале отношений люди себя как-то проявляет понятно кто из них слабее кто из них сильнее обычно женщины предпочитают более сильных мужчин но не всегда так получается мужчина бывает их любят называть в этом случае подкаблучниками они бывают так сказать более слабого психотипа наташа я вот думаю вот женщина сначала подстраиваются под сильных мужчин потом от им это надоедает и начинает что-то от мужчины большего требовать получаются разводы но такое тоже случается до бывает что в процессе брака женщины как бы вырастает что ли из мужчины вот если исходить из того что женщина западает как говорят на какую-то яркую личность она яркости долго не продержишься потом когда человек начинает себя проявлять и она видишь что мужчина очень-то слабоватенький а яркость впечатляла там в 20 лет а в 40 она уже никого не греет то бывает но как дети вырастают из своих родителей также она может перерасти своего мужа это нормальное явление лиза из москвы и спрашивать михаил добрый вечер одинаковые или разные люди должны друг друга дополняет тогда как страсти и утихает остается гармония они мы познакомились в лесу на слете бардовской песни очень интересно разговаривали любили одни и те же книги ценили честность доверие доброту они все с восклицательными знаками не поэт только чем все закончилось женщины ярик из тюмени начинает смотреть на тебя не так когда ты начинаешь быть тем кем ты не есть вы какие сложные формулировки они разочаровываются когда ты не тот супер кем было в начале я реку сами поняли что сказали я с трудом герберт михаил я дома учусь играть на фортепиано женой это раздражает она грозится развестись герберт на играть просто другое время когда жены нет дома или в наушниках смени фортепиано на какой-нибудь электропианино а юрий волгограда у меня мама врач а папа офицер войск павова прожили вместе в браке 54 года разводе речи не было это хотели один из любимых вопросов про известных людей изменял ли вам да уже не если он ее предупреждал об этом упросил приготовить чистое белье в этом смысле нет конечно здравствуйте михаил я юля мне 29 лет шесть лет братьем в нашей семье есть проблемы проблема муж с большой буквы приходя нет чтоб сказать или в нашей семье есть муж он у вас пишут в качестве проблемы фигурирует приходя с работы кучка времени тратят на ужин до часа полутора сильно а потом по счету не дописано или допишите мне самому интересно что потом бывает когда муж полтора часа приезд добрый вечер это сергей из москвы на как вы думаете где обычно чаще всего знакомиться но люди формулируют конечно вопросы можно записывать люди знакомятся со своими супругами сергей каким образом люди со супругами знакомиться если супруги то они уже познакомиться наверно в кругу общения который объединяет общий интерес удают интересно знать начали должны совпадать сергей же выглядит гораздо проще люди знакомятся в транспорте на улице в гостях на дискотеке в клубе на концерте в театре на отдыхе и так дальше вот ситуация про бардовскую песню она больше похожа на исключение чем на правило не ругайтесь на странные смс у меня иногда по несколько часов идут смс на эхо просят саша двадцать восьми лет из москвы саш я не ругаюсь аня вот как такая которая с мужем как раз познакомилась на бардовской песни продолжает история история счастливые они пишут я сейчас многое ценю мужа хороший человек вовлечен наукой но не всегда на первом месте была работа дружба книги гитара ясен на третьем вы знаете это тоже одна из причин разногласий в семье потому что когда мужчина знакомиться с женщиной он за ней ухаживает в том смысле что он как бы живет и и интересами то есть он тратит на нее время а он уделяет ей внимание и если это все происходит ради того чтобы как бы получить свое а потом заняться как пишет нам таня гитарой книгой работы и дружбой а задвинув при этом жену с детьми на третье место это конечно некрасиво на самом деле еще в начале отношения это в принципе можно понять или мужчины эгоистичен и за кстати и женщины бывают ну скажем один из партнеров эгоистично и озабочен с собой а другом уделяясь внимание исключительно по необходимости его просто заполучить или чек наоборот как-то имеет и свою жизнь и имеет время на вас и он знать как мужчины говорят не пытается изобразить из своей семьи некий тыл который ему необходим когда он пришел после тяжелой работы заработав кучи денег ему теперь приятно судить и у дверей стоят с тапочками в зубах жена с тарелками в руках и все его ждут как манну небесную обычно когда люди знакомятся они себя так не ведут михаил мне резко перестала нравится моя жена может быть это связано с ее увлечением музыки подпись смешная геккельбери андрей за ростова андрей на это совсем махнули по поводу ядерной бомбардировки хиросима вот ольга наташа оставляет свой телефон может и она хочет чтобы история прозвучала напишет мне 47 лет есть любимый мужчина стали планировать совместную жизнь и женитьбу и теперь он стал устраивать не проверки чтобы выяснить насколько я в его понимании надежный человек например прячется в публичном месте и говорит почему не ищешь а вдруг у меня сердечный приступ я приняла решение расстаться более я солидарен с вашим решением единственное прежде чем расстаться вы продолжите все-таки мужу обратиться к врачу с такими проблемами потому что его состояние его может действительно довести до сердечного приступа обычные люди которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями они тревожные такие невротичные коля всем женщинам нужен сильный мужчина только мы умираем 58 лет они выходят замуж три раза живут до 150 лет коля женщины просто счастливы от вашего сообщения но к сожалению и вы живете дольше и женщины живут меньше и уж точно три раза замуж не выходит как только не играешь и игра именно в игру муж хороший то все а ведь они хотят такого мужа чтобы замаскировать и и комплекс если он не сможет сделать и якобы счастливы это все в этом и прикол он решает она решает что ты я должен сделать счастливы это не так я реком очень рекомендую перейти на рэп вас должно получиться потому что в качестве вот прямой речи половина того что вы пишете просто непонятно а если приложить на музыку будет очень даже доступно никита из санкт-петербурга пишет что его же не нравится что он учится играть на фортепьяно и держать если в четыре руки играть это прямая общность интересов мне 21 год максимуза кетеринбурга на что нужно заострить внимание при выборе невесты спасибо максим максим хороший вопрос давайте я попробую на него как-то ответить но во первых наш вам невеста все-таки нравилось для начала все люди почему-то считает что все проблемы в отношениях между мальчиками и девочками между мужьями и женами любовниками и любовницами они все сводятся так называемым межличностным отношениям то есть как бы между нами нет понимания или между нами есть отчуждение или я ему не доверяю или он со мной не общается вы забываете что помимо вот этих отношений между людьми гораздо более принципиально сам человек и его я бы сказал отношения с самим собой потому что 99 процентов всех проблем и конфликтов связанные с внутренней проблемы человека они с его отношениями с вами поэтому максим вы бы обратили внимание на то что невеста ваша спокойно и равновешенная девушка без истерик без тервозности без интриг очень принципиально отношения и не только невестные женихов к своим родителям обычно если у девушки или юноши трудные отношения со своими мамами или папами то это потом на вас кажется качестве общей конфликтности в семье вообще поэтому там есть на что обратить внимание а большинство людей достаточно индифферентно относятся к сексу до брака но как бы это для брака считается вопрос не принципиального как бы секс есть и слава богу при том что потом впоследствии именно сексуальные проблемы становятся причиной развода при этом как бы одна и та же история что сначала все было неплохо а потом все стало угасать так она бывает конечно но примерно через какое-то количество лет брака в реальной жизни сексуальные проблемы обычно наступает самого начала то есть как я уже сказал прежде чем выйти замуж или жениться люди сначала все-таки занимаются как правило сексом и здесь может выясниться что вас разный сексуальный темперамент вы не удовлетворяете друг друга в качестве сексуальных партнеров но у вас такие высокие высокие горизонты вы собираетесь иметь семью вы собираетесь иметь детей и жить дружно и счастливо долгие годы и как-то на такие мелочи внимание не обращаете но если вам не там 50 или 60 лет и вы первый раз вступаете в брак а вам лет 20 или 30 то эта проблема сексуальная может всплыть и всплыть достаточно неприятно потому что секс тоже является неотъемлемой частью семейной жизни если изначальные проблемы были то в семье они могут просто увеличится мы с женой врачи но нас не объединяет медицины приятно поговорить с умным человеком и всегда так просто саша 28 лет в москва саша не обязательно что люди занимаются одной и той же профессии именно поэтому им интересно друг с другом но скажем то что в оба врачи хотя бы гарантирует то что вас ну даже не круг интереса в смысле медицины да а хотя бы образование похоже у вас могут быть интересы связанные с интеллектом с интересами вне медицины и так дальше а юлию который муж полтора часа кушает пропишет продолжение что бывает с мужем когда он через полтора часа поезд юли пишет а потом становится как сонная муха и почти всегда засыпает просыпается часам 12 снова бодрствует часа два как правило в интернете дальше июля опять не удалось дописать я все с этим июля вспоминаю про покойного иван андреевич и крылова тот ел больше иван андреевич ел примерно 6 часов и кстати от передания результате и скончался я вам не буду сейчас перечислять меню но многих это поражало екатерина из екатеринбурга предлагает знакомиться ювелирных магазинах максим михайло не получает должной отдачи от жены и подумывает до нового года развести что посоветуете а отчуждение это не отсутствие внешних интересов просто люди внутренне не интересны друг другу анны самара я выросла муж остановился в развитии ленив ничего не интересует кроме денег скучно это алла из петербурга катя из московской области мы любовники у каждого есть семья мы не обсуждаем жизнь друг друга это больная тема говорим мало в основном занимаемся молча сексом потом долго молчим и прощаемся на неделю но мы с вами прощаемся не на неделе мы прощаемся до воскресенья 12 часов ночи продолжим беседу но уже на другую тему